МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ливень, гром и молнии вместо обещанного свето-звукового шоу. Вот такой сюрприз преподнесла небесная канцелярия в честь 13-й годовщины переноса столицы из Алматы в Акмолу. Международная презентация главного города страны состоялась 10 июня 1998 года. Несколько лет именно в этот день новая столица праздновала свое рождение. Чуть позже торжества совместили с именинами президента. И вот эти годы застройки, когда столица переехала, тут прямо, честно сказать, варварски уничтожалось. С насилием все прямо. Марат Апсиметов – автор книги «Город с тысячелетней историей». Астана возникла не на пустом, а на священном месте, утверждает историк. Здесь по местным источникам, по историческим источникам, хан Тахтамыш ушел последний поход. И вот здесь соратники находятся. Это древнейшее мусульманское кладбище. Несколько лет назад столичные власти намеревались сравнять вековые гранитные камни с землей и построить здесь дворец молодежи. Общественники и историки тогда отстояли святыню. Но обороняться им приходится и сегодня. Слишком уж место привлекательное. Практически самый центр Астаны. Сегодня принято считать, что современная Астана выросла на месте маленького провинциального городишки. Ученые настаивают, город, построенный у этих могил, когда-то был центром очень большой территории. В 1868 году он был столицей Акмолинской области. А потом через 10 лет его центр перенесли в город Омск. А Акмолинская область входили в область, это центральный Казахстан, северный, восточный Казахстан, Томск, Тобольск, до Тюмени. Валерий Ильин не историк, но знает практически все о своем родном городе. В больнице долгое время была, потом сменила квалификацию. Когда город стал расстраиваться, она стала онкобольницей. А в настоящее время космические силы. Так что древнее здание, построенное Курцом Куприным, служит сейчас, как говорится, будущему. В Акмолинске в то время мало было кирпичных сооружений. Дешевле обходились деревянные. Примерно в таких домах жили зажиточные горожане. Это архитектурный памятник истории. Дом писателя Сакена Сейфулина. Ныне музей. Из дерева была построена и зеленая мечеть в конце 19 века. Само здание, правда, не сохранилось, а вот ограда осталась нетронутой. Сейчас, получается, забывается история города? Получается, что забывается, потому что нет концентрации. А в основном у нас идет современный город, но современности сегодня не может быть без вчера, потому что иначе не будет завтра. Как только город превратился в столицу, историю начали писать с чистого листа. Не стало Акмолинска, а вместе с ним и Краеведческого музея. Поставим перед фактом и все, закрываем. Саулия Шимбекова много лет проработала в историко-краеведческом музее. Она знала каждый экспонат. Очень интересная коллекция часов, очень интересная коллекция бытовых предметов, зеркала, шкафы. Все это сейчас пылится в хранилищах президентского центра культуры. И станет ли вновь достоянием общественности, неизвестно. А пока Саулия Шимбекова готовится к открытию нового музея. Музея современной Астане. Стенды и стеллажи еще не заполнены, многое только в разработке, но макет города будущего уже готов. Причем такой столица Казахстана станет только к 2030 году. Вся история города, она сводится только к столице. Конечно, это все грандиозно, но нельзя забывать и того, что здесь было. Мне очень обидно, что о городе не говорят из тех первоначальных моментов. Отчет города, создание города относится к 1830 году, когда построили крепость. Нелли Шиврина тоже когда-то работала в историко-краеведческом музее. Она хорошо помнит, как отмечалось 150-летие города. Тогда еще Целинограда. Но потом совершенно прекратили говорить об этих вехах. И 170 лет было, и 175, и 180. Но об этом как-то не говорили. 180 было, кстати, в прошлом году. Дату не отмечали. Астана привлекает сегодня не как город с историей, а как самая молодая и быстро растущая столица. Можно вот так еще взять. Только встать, чтобы не было ни панорамы. Кыргызский режиссер Тена Ибрагимов снимает последние кадры своей новой картины «Жизнь коротка». Это история любви молодого парня из Астаны и девушки из Бишкека. За два дня съемок в объектив кинокамеры попали только планы левобережья. Современная Астана. Историческая часть города их не интересует. Таков сценарий. Но отношение к прошлому должно быть трепетным, считает Тена Ибрагимов. У вас началась же и новая история, то есть 13-летие истории уже, новая история, новый город Астана. Поэтому я думаю, что и так, на мой взгляд, правильно, и так правильно. Можно и две даты оставить. Но историю забывать нельзя, конечно. Ирина Мухаммадеева, Федор Фролов. Вместе из Казахстана. День столицы в Казахстане, кстати, совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева. Поздравить жителей Астаны и президента Казахстана в этом году должен был исполнитель из Великобритании Стинг. Но незадолго до торжества мировая знаменитость передумала. Стинг отказался от выступления в знак солидарности с бастующими работниками нефтяной промышленности Казахстана.